Здравствуйте, наши дорогие раки! Здравствуйте, зрители моего канала и, конечно же, мои подписчики! Здравствуйте! Спасибо вам за ваши комментарии, за приятные слова и за подписку, конечно же! Сейчас будем смотреть второй прогноз на неделю с 20 по 27 марта для наших раков. Так, что карты посоветуют нашим ракам на эту неделю? Поиск информации, общение может быть с детьми, знака воздуха может быть, что-то может изучать, искать в интернете, по телефону спрашивать, узнавать для того, чтобы потом это использовать, свою защиту, подтверждение своей какой-то мысли, идей, не знаю, экзамен, чтобы сдать или что-то другое, или собеседование пройти. Ну, в общем, для того, чтобы использовать свою пользу, простите, чтобы свои мысли защитить, что-то свою точку зрения, или даже просто, я же говорю, сдать экзамен. Так, начнем. Карта для наших раков. С 20-го вот у нас пас Жезлов, принцесса Жезлов по этим картам. Это хорошая новость может прилететь, ожидание хорошей новости. Это, знаете, такое вот вольготное проведение времени, захочется, может быть, погулять, встретиться. Это такая бурная сексуальная жизнь, да, свидание, которое может перерасти в отношения. Вот такое начало чего-то нового, такой, знаете, импульс, огонь. Такое могут чувства вспыхнуть. Ну, вот такое может быть. Следующая карта для наших раков на неделю с 20-го по 27-е марта. Восьмерочка мечей. Восьмерка мечей говорит о том, что ситуация может быть такая, что планы могут поменяться ваши. То, что вы планировали, может измениться. Причем не из-за вас, не из-за кого-то, из-за каких-то обстоятельств, не зависящих от вас. Да, это может говорить о неприятном окружении, может говорить о физической вскованности человека в редких случаях. Это когда не знаете, что делать, вот куда идти, вот такая ситуация, знаете, неприятная, может быть, планы поменяются. Но это больше такой, знаете, каждодневный процесс, который жизненный такой. Какая-то ситуация, что-то случилось, погода плохая, самолет не взлетел. То есть, не зависящая от вас. Что-то может, какая-то ситуация вас огорчить. Вы можете поменять даже планы. Может, в какой-то момент не будете знать, что вам делать дальше, куда идти. Ну, и я говорила, неприятное окружение. Может еще означать. Это карта вокруг вас тоже. Такое что-то. Дальше карта. Прошу прощения за голос. Еще не восстановился. Пропал. Раки. 20 по 27 карта для вас. Карта силы. Но вы справитесь с этой ситуацией. То есть, вы эти обстоятельства поборете, как мы видим. У вас будет для этого сила духа, сила воли. Вы сдержите свои эмоции. Может, какие-то внутреннего зверя не будете выпускать, нервничать. Не нужно. По этой карте нужно спокойно, уравновешенно все решить. Быть добродушным. Не входить в драку, в ссоры, в споры. Нужно по этой карте быть отзывчивым и понимать, входить в положение других людей. То есть, если кто-то как-то или поступил, или сделал что-то не так. Из-за этого поменялись ваши планы или еще что-то. То нужно понимать человека, входить в его обстоятельства. Может быть, у человека были такие обстоятельства. И он не специально это сделал. Следующая карта для наших раков. Семерочка жезлов. Вот мало того, что вы вот здесь вот справитесь, но вам еще, может быть, придется, ситуация может развернуться так, что что-то нужно будет доказывать. Отстаивать, защищать, что-то свое, может быть, даже свои идеи, мысли, все что угодно. Добро, деньги, сделку, проект, экзамен, еще что-то. Вы будете находиться в хорошем положении. Вы, правильно, может, даже в суде что-то защищать. Вы будете, у вас будет стоять своя защита. Вы будете настроены решительно, настойчиво. И у вас получится. Вы будете в хорошей позиции. То есть, для защиты у вас будет хорошее положение. Вы сможете защититься и доказать то, что вам, если кому-то надо, будет раке, будет что-то отстаивать или доказывать. Следующая карта наших раков. Довочка Пентаклей. На неделе, может быть, весьма вероятно, нужно будет балансировать не только с деньгами. Балансировать вообще. Ситуация может быть шаткая. Что-то может меняться, планы могут меняться, что-то может... Вот, видите, это как бы повторение ситуации. Что-то меняться. Может быть такое, то туда, то сюда, то обратно туда. В общем, какие-то такие действия, планы могут поменяться. Все время меняться, передвигаться. С одного места на другое, обратно возвращаться. То есть, карта такая, знаете, неуравновешенность. Поэтому будьте внимательны. Соблюдайте гибкость на этой неделе. Баланс сохраняйте. Не нужно ничем злоупотреблять. То есть, опять же, денег лишних не тратим. Может быть, нужно будет решать, куда деньги тратить, куда не тратить. То есть, сюда тратим, сюда нет. Это покупаем, это нет. Может быть, будет даже кто-то занимать деньги. Или же кто-то будет пользоваться как-то, вариантов много, чужими деньгами. То есть, и вот так вот прокрутиться называется. Так. Давайте на эту карту. Что это? Что это за ситуация? Такая обстоятельства. Чего они касаются? Весьма вероятно денег. Какие-то будут перемены, вот, связанные с наградой вам за ваш труд. Такое тоже возможно. Может быть, вы рассчитывали на одну сумму, премии, зарплаты, еще чего-то. Вам выдадут другую. В общем, карта касается денег. Вот это вот расстройство, может быть, такое обстоятельство поменяется по поводу награды. По поводу, если вы у кого-то просили дать денег, благотворительность какая-то, тоже может этого касаться. Ну, может, не дали люди в силу обстоятельств. Или же может касаться, кто-то у вас попросил денег или одолжил, или одолжить, или помочь, а вы не смогли это сделать. То есть, вы обещали, может быть, но не получилось, не дали. В любом случае, вот эта вот ситуация, это обстоятельства, перемена ситуаций, какие-то вот такое, не знаете, что делать, касается денег, того, что я перечислила. То есть, награды, денег, вознаграждения, или вы, или вам, вот так вот. Ой, полетела карта, ну, пусть уже раз вылетела, попросилась. Может быть, на этой неделе закончится какой-то период, который вам давно мешал, тянул вас на дно, не давал идти дальше. Такой, знаете, нелёгкий период, я бы сказала. И начнётся новое движение, новый этап какой-то, это может быть в чём угодно, в отношениях, в жизни, в работе, к лучшему, к свету. Может быть, кто-то на этой неделе поймёт, как решить ему ту или иную ситуацию, вдруг ясно будет понимать, как её решить. И думать, как же я раньше этого не понимал. То есть, появится такое, знаете, прозрение, понимание ситуации, людей, событий, может быть. То есть, тут у каждого может быть само. Ну, в любом случае, движение к лучшему, возрождение, духовное перерождение. Вот такой вот хороший аркан выпал ещё для наших раков. И ещё достану, как обычно я это делаю, карту, совет, коты, стол дрожит из Таруангелов для наших раков на неделю с 20 по 27. Достаем пас жезлов, повторение. Обратите внимание, с чего начали, тем и закончили. То есть, всё-таки, вот может быть, какая-то новость, какое-то яркое сексуальное влечение, приключение сексуального плана, зарождение новых каких-то отношений. Вот новости, то, что я говорила, ожидания, хорошая новость, может быть. Вот здесь тоже карты говорят. Новости о захватывающей новой возможности. То, что я говорю, может быть, новость о том, о новом каком-то бизнесе, ещё чем-то, что-то такое захватывающее. Используйте свою креативность и изобретательность. Вообще, эта карта такая ещё, знаете, означает такую игривость, лёгкость, творчество и озорство. То есть, проявляйте их, пожалуйста, вот по этой карте. Вот их у вас две получилось. Пользуйтесь, проявляйте себя. Друзья, вот такой расклад получился для вас раки на эту неделю. Спасибо вам за подписку. И тем, кто не стесняется и не тяжело ставить лайки, если нравится, ну и тем более оставлять комментарии. Благодарю. Всего вам хорошего и до встречи на моём канале. Субтитры сделал DimaTorzok